всем здравствуйте с вами валентина земскова и прежде чем начать это видео я хотела бы поблагодарить вас за вашу поддержку за то что вы ждете мои видео просите снимайте чаще и мы ждем вас очень приятно спасибо большое на самом деле очень стимулирует очень я сучусь по дому я вышла еще на работу и поэтому найти время мне сейчас очень сложно я стараюсь изо всех сил стараюсь потому что мне очень нравится это и поэтому я надеюсь что я вольюсь в этот свой новый режим и смогу как-то обязательно найти время для того чтобы снимать видео редактировать выкладывать это все пока что я только пытаюсь найти это время надеюсь там дальше будет проще уже сейчас снимаю видео уже это хорошо значит уже идет продвигается что-то вперед и сегодня я хотел бы поговорить о проблемах выращивания цисуса вот у многих есть цисуса они растут практически на каждом шагу в поликлиниках в школах и дома тоже и также проблем много есть соответственно с этими цисусами и что делать вот ну вот не вы не знаете например что что это за пятнышки да что происходит с ним а вы хотите как-то его спасти и ну что делать таких случаях во первых подумайте давно ли вы пересаживали растения если вы давно не пересаживали туда надо пересадить если дело идет к зиме то можно подождать с пересадками потому что зимой обычно растение отдыхает и трогать его в этот период не особо нужно если у вас конечно есть лампа если у вас есть помещение где тепло то можно пересадить поставить под лампу в теплое помещение и тогда она будет дальше развиваться без какого-то зимнего покоя если есть прохлада если есть такая возможность прохладном помещении поставить и не так часто поливать тону потихонечку так перезимует и по весне вы уже пересадите и дальше будете ухаживать за растением если вы не удобряете цветы но есть такие люди которые боятся удобрять почему-то боятся химии боятся что погибнет растение что он нельзя пичкать этими удобрениями это плохо но вы знаете я поняла что это хорошо как ты начала удобрять вот честно они растут очень хорошо с удобрениями не бойтесь этого делать не бойтесь но они же в тепличных условиях когда они выращиваются в промышленных масштабах они же с удобрением вырастают такие красивые вы же их покупаете вы бы никогда бы наверное не купили бы какой-нибудь стручок некрасивый некрасивое какое-то жалкое растение вы бы подумали вот не ухаживали за ним так хорошо а ну такое красиво благодаря удобрениям да так что не нужно бояться в домашних условиях нужно поддерживать не надо конечно усердствовать там переливать этими удобрениями там пичкать реально там слишком много чрезмерно да и так не надо но в нормы в норме нормальных пропорциях вполне можно и нужно даже это делать и тогда растение будет лучше расти если какие-то вот такие пятнышки подозрительные вы конечно ради профилактики всегда можете обработать и фунгицидом и инсектицидом вы просто придете если в магазин консультанта спросите от таких таких вредителей вам подскажут не переживайте если вы не знаете какими средствами можно обработать растения тогда вот после того как вы обнаружили эти пятнышки вы обработали обработали 1 обработали 2 нужно 3 если вы обнаружили все-таки какого-то клеща или еще что-то и быть спокойными что все в порядке если вы чувствуете что это растение стоит на сквозняке то просто не создавайте этих сквозняков если стоит на жаре просто уберите притяненное место и растению где-то примерно две недели нужно чтобы адаптироваться в новых условиях то есть если вы поставили после солнечного места в притяненное место и через три дня думаете что все-таки все равно она страдает то я скажу вам что это еще рано через три дня делать выводы растения как правило через две недели только начинает осваиваться в новых условиях но это И по моим наблюдениям, у кого как, по моим наблюдениям это так. Я просто делюсь с вами своим опытом. Итак, давайте я все-таки по порядку разложу еще по полочкам, какие могут быть проблемы и с чем это может быть связано. Как-то меня спрашивали, что делать, когда новые свежие листочки растут, но они сохнут. То есть они не развиваются, не раскрываются толком, а сохнут. Что делать в таком случае? У меня такая проблема была. Я пересадила и проблема ушла. Так что, когда такая проблема есть, просто пересаживайте и все будет хорошо. Потому что сил нет. Нет вот этим молодым листочкам возможности раскрыться, потому что там и корни, наверное, лезут из дренажных отверстий у вас. И тогда питания никакого нет. А надо пересадить и тогда будет все в порядке. Следующая проблема может быть, это когда листья массово осыпаются. Тоже рекомендую пересадить и убрать от сквозняков, потому что все-таки сквозняки могут на это влиять и листья могут осыпаться. Так что за этим смотрите, следите. Следующая проблема, это когда сохнут листочки и опадают. Но здесь уже виновником также может служить и высокая температура в помещении. То есть выше 25 градусов уже цисусу очень сложно переносить. Так что имейте это в виду, его нужно ставить в притененное место так, чтобы прям жара на него никак так сильно не действовала. Далее такая проблема может быть, что цисусу может не хватать воды. Потому что большинство видов цисусов произрастает в субтропическом и тропическом климате. Соответственно, он любит влажность. Если листочки сворачиваются и сохнут, то это означает, что не хватает влаги, обезвоживание происходит. То есть листочки как-то пытаются уменьшить испарение влаги и, соответственно, пытаются себя сами так спасти. Поэтому еженевно опрыскивать, особенно в жару, и поливать. Достаточный полив должен быть. Далее, как я уже говорила про эти пятнышки, которые на листочках могут быть черные, коричневые. Здесь нужен комплексный подход. То есть вы должны пересадить, если вы не пересаживали. Обработать фунгицидом, можно фитоспорином обработать. Он такой биологический препарат. Удобрять нужно. Если вы не удобряете, то растение ослабевает. Иммунитет падает. И не может бороться уже со всякими разными болезнями. Поэтому это тоже очень важно. Вот вы знаете, цветок нужно любить. Вот если он дома у вас растет, дома находится. Вот так, чтобы мне понравился цветок, принесли домой и пусть он растет. Или он там не страшно пересадить. Ничего не бойтесь, ухаживайте смело. Вот вы знаете, когда я смотрю, как растут сисусы в поликлиниках, где-то там в школах или в государственных каких-то учреждениях, они, как правило, такие какие-то не очень ухоженные. И жалко их просто становится. Ну, потому что за ними никто не ухаживает, за ними особо никто не смотрит. Палили и ту хорошо. А когда находится дома цветок в любви, и за ним ухаживают, тогда он по-другому растет, раскрывается по-другому. Вот даже если вы переживаете за какие-то пятнышки, за какие-то сохнущие листочки, это все ерунда по сравнению с тем, как вы любите растения. Потому что все равно с вашей любовью вы что-то сделаете с цветком. Вы поможете ему, и он исправится, и будет расти дальше. Даже если он погибнет, то, наверное, уже ничего и нельзя было сделать с ним. Но если вы ухаживаете как нужно, то он и ответит вам такой красотой, красивыми листочками. Так что желаю вашим цисусам здоровых, красивых листьев, чтобы они никогда не насыпались, чтобы всегда были для них комфортные условия. И что еще хочу сказать, что комфортные условия не всегда можно найти такие идеальные, какие нужно прям цисусу. Но старайтесь, конечно, сделать приближенные условия, и тогда будет все хорошо. Все на этом. Спасибо всем за внимание. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok